всем привет из калифорнии сегодня я начну репортаж вот таких огромных подсолнухов меня снимать некому поэтому буду сама вот такой это он настолько выше меня он просто огромный я таких не видела почему-то здесь то ли их посадили только в этом году сейчас покажу толщину столба его вот так вот если руку беру огромные просто просто огромные семечки здесь тоже большие белые вот такие вот надо же огромные какие вот они прямо тут идут так но я как всегда буду ехать и снимать все что тут красиво и мне нравится они отцвели желтые то когда стояли наверно просто были потрясающий цвет у них уже отцвели они вот буду ехать снимать и говорить разговоры говорить всем привет сегодня я на свежем воздухе и сегодня у меня видео будет о том что меня здесь впечатлило после того как я приехал ну то же самое когда от приезжаешь откуда-то после длительного времени что бросается в глаза вот я россии делала в америке каждый раз это делаю и сейчас тоже так но во первых я хочу сказать что я в таком смятении я уже раньше видео говорила что для меня россия это одно единое все я человек советский и поэтому для меня все это очень очень трудно трудно произносить там все это по каким-то отделившихся с отделившимся странам городам и поэтому для меня россия она вот кусок который большой на земле наверху я это так называю но многие люди обижаются с украины там с армении еще откуда-то и поэтому я даже не знаю как мне лучше озвучивать мою родину поэтому я буду всегда говорить екатеринбург потому что тоже мне с других городов с новосибирска вот написали что там жизнь вообще но не сравнимо с екатеринбургом там сто раз все лучше я озвучивая допустим какие-то екатеринбургские там вещи то это не значит конечно что это по всей по всей стране что в каких-то вещах мы там очень очень получается отсталые вот так вот скажем поэтому я буду всегда рассказывать о екатеринбурге называть и здесь и в америке я тоже буду всегда говорить петалома или сан-франциско ну или калифорния потому что здесь штаты все очень разные тоже и естественно я тоже не могу обобщать я тут разговаривала со своей подружкой американской вчера ходила в гости конечно они ездили в штат вирджиния это вообще разительно отличительный штат таксис от нашего таксис это техас техас вот и поэтому я буду сейчас вот сегодняшнего числа говорить екатеринбург и калифорния сан-франциско чтобы никто не обижался так ну первое то что я такой плохую новость от себя узнала это то что я поправилась эту новость я узнала сама от себя тоже уже все отсвело пока я уезжала они все повяли так остановилась на гараж цели посмотреть старье всякое выложили ничего путнева нету так на чем я остановилась что я приехала и померила свои джинсы мерочные я уже говорила что у меня есть такие джинсы которые не стрейч и не растягиваются ни в каком виде поэтому когда я поправляюсь на сколько-то килограмм то я их одеваю и мне ситуация сразу же понятно сколько килограмм набрала и сколько надо сбросить и это у меня такая прямо лучше всяких весов и вот поэтому я сейчас села усиленно на велосипед и самое главное что здесь у меня большая удача то что у меня почему-то в америке так пришлось перейти на другую сторону улицы тут что-то сегодня одни гараж целый какая-то ерунда все ничего то что заслуживает внимания я не нашла ну для меня так вот у меня здесь в америке полностью отсутствует инстинкт собаки павлова я не знаю чем это связано но это я вот так объясню вот когда я прихожу в россии допустим домой или в гости к друзьям к родственникам и у меня я только заступая за порог с работы прибегаю в квартиру только я нога у меня одна заступает за порог и у меня случается вот именно этот инстинкт собаки павлова у меня почему-то ни о чем не могу думать кроме еды и я вот прибегая с работы допустим я сразу же бросалась на кухню это как говорят начинаешь сметать все что попадается тебе под руки ты себя не контролируешь потому что ты не можешь делать никаких дел больше кроме того что пока поесть и допустим в гости приходя русского гостеприимства опять гараж целый туда сейчас придется переходить русского гостеприимства у нас никто еще не отменял пока так вот у меня этот инстинкт срабатывает моментально потому что я знаю что придя к русскому человеку буду говорить к екатеринбургскому человеку чтобы никому обидно там не стало опять что за всех россия говорю я прекрасно знаю что люди готовились ждали боже мой сейчас они наготовили там всего-всего и всякой вкуснятин и это все будет выставлено на стол если даже ты пришел и тебя не ждали то все равно стол будет накрыт по полной программе и никто не уйдет не попивши чая и не наевшись и вот этот вот инстинкт естественно он вырабатывается за долгие годы и мне его сейчас никуда не деть потому что приехав сейчас в россию он у меня срабатывал вообще на 150 процентов заходя к друзьям к маме к родственникам все у меня мысль сразу срабатывала и начиналось слюноотделение что сейчас мне тут дадут всякой вкуснятины и вот эта вкуснятина привела меня в итоге где-то к пяти лишним килограммам я все ела там этот майонез наш екатеринбургский вкуснейший вот то ли дело я вчера пришла к моей подружке американской никакого у меня там инстинкта этого совершенно не было потому что я очень часто к ней прихожу и у меня всегда допустим она спрашивает что ты будешь пить воду американцы очень часто приходят или со своей бутылочкой воды в гости или просто им наливают воду со льдом и так как они очень много трещат сидят они пьют это то чтобы горло не пересохло и все и отлично ну я вчера пришла конечно к моей подружке мы посидели я попила воду и у меня никакого даже мысли не было что мне сейчас тут полный стол накроют и жареным и пареным и поэтому когда она меня спросила будешь чай там и кейк я сказала да все кусочек кейка я съела и чай попила с мятой кстати у нее чаев каких только нету здесь тоже пьют они чай но не так конечно как у нас я в россии чай пью надо и не надо здесь как-то видимо пореже но чаев тут в домах по много у всех стоит вот и съев кусочек этого маффина и попив чайку я вышла совершенно не переполненным желудком наболтались мы с ней наговорились я все поняла что она мне рассказывала и самое главное что я опять вышла села на велосипед и совершенно с полупустым желудком поехала домой без всяких объеданий вот и приходя допустим домой тоже заходя в дом у меня тоже нету вот такого вот что я пришла домой надо скорее что-то поесть там схватить у меня тут сразу же мысли начинают работать так мне это надо сделать то надо сделать там и меня это очень отвлекает и поэтому я уже сажусь есть когда сильно захочу и вот это конечно меня спасает и я вот уже похудела на полтора килограмма так что недели через две вернусь в свою нормальную в свои нормальные размеры и буду чувствовать себя нормально потому что я тоже уже говорила что меня лишний вес очень-очень напрягает в том плане мое личное самочувствие мне очень дискомфортно и поэтому конечно я худею только из-за этого так следующее что мне начало бросаться в глаза по мере приближения к Америке это неадекватность людей в прошлых видео я уже затрагивала эту тему мне тоже подписчики многие писали что ну тут якобы принимают какие-то таблетки на антидепрессанты многие подсажены и может быть причина конечно этому есть социальная может быть причина какая-то что одиночество ну короче говоря еще в самолете когда стюарта разносил нам воду орешки это уже американские авиалинии и уже мне показалось неадекватным вот это поведение как только я села на территорию Америки но это опять же только чисто мое мнение потому что он уже все спрашивал не так очень странно потом эти стаканчики подбрасывал кувыркал их они у него выпадывали он опять наливал туда воду и поведение было конечно такое очень специфическое мы конечно такого в самолетах у себя не наблюдаем потом просидев дома 3 дня я пошла в магазины и зайтя в первый магазин ну я знаю эту женщину она живет в Катсе где я работаю волонтером в доме для бездомных и у нее тоже всегда очень такой неадекватный смех и она очень громко говорит и вот зайдя в магазин я сразу же услышала этот крик на весь магазин хохотание какое-то и это тоже очень бросается в глаза потому что у нас такого нету опять мексиканцы они так громко говорят по телефону их целая куча они вообще никого и ничего не стесняются и они тоже очень громко вот так вот говорят и им как бы ну глубоко на всех и на все и потом зайдя в мой любимый магазин DJ Max я конечно вообще была в шоке там продавщица она так ржала она так ржала вот другого слова сюда не подходит что конечно первое впечатление что ну не хватает у человека и это продолжалось такое длительное время пока я там ходила вот этот дикий смех в магазине ну как бы конечно нормальные люди так ничего не говоря просто делали выводы а допустим для нее это было нормально и никто там ее не оговорил ничего не сказал конечно про магазины закончу что ужас сколько набирают вещей эти корзины полные и это такое количество всяких декоративных штук для квартиры там для домов это куча и куча всего и одежды и конечно у нас постолька люди этого всего не берут конечно шоппинг здесь просто на высшем уровне и это болезнь Америки наверное потому что ты тоже начинаешь заражаться этим и естественно я тоже всему этому уже подвержена телевидение включив телевизор опять началось там убили тут убили там застрелили и это тоже особенность Америки что если у нас там говорят взятки набрали еще что-то то здесь стреляют бесконечно и каждый день это передают что там убитый там убитый вот и люди тоже к этому привыкают и воспринимают эту информацию ну как обычное дело конечно же не могу не сказать о дорогах это конечно же мне сразу же бросилось под ноги в глаза везде это дороги вот эти асфальтовые дорожки почему мне это бросилось потому что я в России с двумя внуками с коляской мы боже мой вот это просто кто не ходит по дорогам в России допустим даже детей маленьких нету ну вроде ты идешь ногами и перешагнул там куда-то ну в ямку встал я не знаю обошел вот допустим когда ты идешь с коляской и с ребенком в этой коляске это тихий ужас потому что вот эти поребрики какие-то щебенка какие-то ямы и ты постоянно эту коляску дергаешь не можешь проехать и поэтому я конечно по России когда ездила я думаю боже мой как тут люди спокойно бегают с колясками вот по всем этим тротуарам дорожкам и конечно это просто невозможно в России и поэтому конечно дороги мне здесь бросились в глаза что они просто идеальные просто идеальные вот я езжу снимаю конечно на фотоаппарат на велосипеде это только благодаря тому что здесь такие дороги это было бы невозможно если бы они были другого качества потом мне это многие подписчики тоже пишут о том что в Калифорнии люди здесь ну я Люда выглядим совершенно по-другому и в этом есть совершенная правда это и мы сами с Людой заметили это заметила и моя дочь когда я приехала в Россию одела курточку свою джинсы там обувь она говорит господи ты опять превратилась в обычную русскую женщину и поэтому конечно вот мне сестра тоже говорит Люда совсем по-другому в Америке выглядит и вот допустим в российской жизни так же и обо мне я тоже когда приезжаю в Америку ну вот сюда я не знаю почему но здесь как-то по-другому я не знаю почему это не объяснить нету объяснения но это все заметили и все мне об этом пишут и спрашивают но я не могу дать ответ вот так вот почему это происходит потом тоже мне подписчица написала это тоже такой вопрос который очень трудно понять и осознать это как мы ходим дома в обуви находясь в России для меня Америка кажется далеко далеко так же как сейчас находясь в Америке мне Россия кажется тоже очень далеко и поэтому когда я в России я тоже не могу представить господи как можно в квартире пройтись в обуви с которой ты пришел с улицы но это просто невозможно потому что ну это грязь будет и так там в коридоре всегда грязно подтирать приходится естественно чтобы такое представить это нужно приехать в Америку зайти в дом пройтись по улицам в общественных местах учреждениях и понять что здесь чище чем я не знаю в каком-нибудь одном месте допустим там взятом и тоже мне подписчица написала что как так вот из аэропорта мы пришли и сразу же в обуви поднялись на второй этаж там чемодан я бросила что всю грязь притащила и я на это тоже хочу сказать что перемещаясь по аэропортам сидя там на полу на скамейках на стульчиках на самом деле ты совершенно чистый в том плане что ведь там все очень чисто потому что люди там спокойно сидят на полу лежат на этих ковровых покрытиях я просто аэропорт Деголя во Франции это там он еще в цветочек это покрытие у них там у них ковровое покрытие в аэропорту в цветочек и там ты прямо идешь по нему тебе так и охота на него упасть и лежать и поэтому здесь все так здесь ну вот нету здесь чтобы что-то было наплевано даже ну я не знаю жвачка была прилеплена что ли где-то я уже показывала свою обувь что за два года я ее ни разу не мою потому что ну она не грязная и допустим сходив в какое-нибудь место ну я не буду говорить где это и что это в любой стране может быть даже в ту же детскую больницу придя побыв там я не знаю 15 минут у тебя такое ощущение и зайдя допустим в туалет у тебя такое ощущение что ты не только весь испачкался но и нахватал какой-то заразы там противно прикасаться вообще ко всему не то что в этой обуви потом еще зайти в квартиру и поэтому не знаю я тоже не знаю как это объяснить но это тоже факт и он здесь воспринимается вполне нормально так же как я вчера пришла опять к подруге все у меня даже мысли не было снять обувь мы пошли с ней и в ливинг кроме на кухню в общем-то это вообще порядки вещей и у меня муж всегда приходя с работы он ну всегда поднимается на второй этаж там переодевается в общем-то у него все это хранится на втором этаже никогда он не снимает там обувь на первом этаже но опять же это у нас у нас здесь в Калифорнии в других штатах не знаю ну и конечно по ощущениям в личном плане это тоже немаловажно конечно я находясь в России там и родные и близкие и друзья мои давнишние и все это прекрасно и хорошо но я все время говорю опять про себя скажу что видимо я такой человек который вообще не может жить одиноким мне обязательно нужен человек который будет со мной рядом у меня всегда есть настроение когда у меня есть это в жизни у меня есть какие-то планы мне хочется в 10 раз больше делать для своих чего-то потому что в связи с тем что у меня открываются какие-то новые возможности и естественно я могу открыть их для своих друзей близких родных и это мне придает очень такие положительные эмоции и как бы движение вперед у меня почему-то идет и вот этого у меня нету когда я почему-то ну вот нету у меня второй половинки я не знаю но это я опять о себе и конечно приехав в Россию все здорово друзья коллеги по работе родственники но это все прекрасно когда ты востребован как работник когда ты востребован как друг там как бабушка как мама но человеку еще хочется быть востребованным просто ну просто наверное как любимым человеком потому что после всех встреч разговоров все люди расходятся по домам все друзья уходят в свои семьи к своим детям коллеги по работе разъезжаются по домам после работы родственники тоже все по своим делам получается что в итоге ты все равно один ты приходишь там в свою пустую квартиру и понимаешь что вокруг тебя столько много людей а душа то у тебя одинока но опять я повторюсь что я это говорю не обо всех людях а именно вот о людях так скажем с такой психикой как у меня вот и конечно приехав сюда я не приехала в Америку я приехала к своему мужу и здесь я не нужна никак работник на предприятии не как человек который должен веселить тут кого-то допустим там или еще что-то а я приехала сюда просто потому что меня просто ждут и не надо здесь никакой зарплаты от меня потому что он сидел тут голодал допустим полтора месяца пока меня не было и вот это конечно ощущение оно очень приятное что ты нужен другому человеку ну наверное ни за что не идет использование тебя что ли ну вот такое слово нехорошее но к сожалению оно губит очень многие отношения потому что ну мы все мы все люди мы все чувствуем когда нами пользуются или когда нас не уважают когда ну я не знаю там тянешься на себе человек даже не поинтересуется плохо ли тебе хорошо ты там стараешься и поэтому конечно это людей очень выматывает когда вот видишь в себе такое отношение именно потребительское и конечно замечательно видеть что ты его на себе не испытываешь господи я тут постоянно езжу и ничего не понимаю каждый раз здесь все новое в том году я их вообще не видела это что за цветы такие они не ядовитые хоть надо же а какой интересный бутончик так расцветает вот они вот так потом распускаются и в такие дудочки вытягиваются как классно вот он начинается вот так потом все больше оранжевых потом вот они распускаются а потом он вот в такое превращается как ершик для мытья посуды вот вот и поэтому что-то хорошо что-то плохо все всем пока всем хорошего настроения пока-пока сегодня все так народу много вообще вообще Субтитры сделал DimaTorzok